Здравствуйте, драгоценные братья и сестры! Вас приветствует Абкинский христианский центр. Сегодня я хотел обратиться к Писанию, прочитать из книги Второзакония, первая глава, 38 стих. «Иисус и Навин, который при тебе, Он войдет туда. Его утверди, ибо Он ведет Израиля во владение ею». Здесь говорится о земле, которую Господь обещал, и что Иисус Навин был как предводителем шествия народа Божьего, и что Он войдет в эту землю. Но, знаете, здесь очень важно, что Моисей писал эти слова, и он говорил, что утверди, утверди этого человека, чтобы он был тверд, чтобы он был уверен. Знаете, даже большие люди, которые исполняют большую миссию, может быть, в разных сферах действия, в каких-то ситуациях, в истории, они нуждаются в определенном утверждении. Утверждение – это в какой-то помощи, в ободрении, да, чтобы утвердить человека, чтобы он не ослабел, чтобы он не отступил, чтобы он не сдался. Знаете, нас Господь тоже всю жизнь свою укрепляет, вдохновляет, утешает, и утверждает, чтобы мы были утвержденные, чтобы мы были верные, посвященные Богу. И в моей жизни тоже очень часто Господь меня утверждал, укреплял, вдохновлял какими-то откровениями, своими словами. И очень часто в моей жизни так получалось, что братья мои, сестры, какое-то мое окружение тоже меня вдохновляли и укрепляли какими-то словами, ободрениями. И я вспоминаю это. И на самом деле очень важно, и это ценно для меня. Но так бывает, что иногда вокруг тебя бывают такие люди, которые не укрепляют тебя, а наоборот разрушают какие-то твои идеи, планы. Знаете, может быть, в Иванг тоже встречались такие люди, которые говорили, у тебя ничего не получится, у тебя нет этих способностей, у тебя там другие, может быть, какие-то цели, которые не были, может быть, поддержкой для тебя. Но я очень благодарен тем людям, которые всегда поддерживают меня и вдохновляют. И что хочется сказать, что на самом деле каждый человек он нуждается в каком-то ободрении, укреплении, вдохновении. И хотелось бы, чтобы мы сегодня подразмышляли вот об этом месте, укрепляли, да, чтобы мы укрепляли и вспомнили вот эти ситуации, кто когда-то, может быть, нас укрепил, вдохновил, ободрил, чтобы мы не сдались, чтобы мы не сломались, да, перед какими-то трудностями. И сделали, может быть, еще вывод такой, чтобы нам самим быть всегда теми людьми, которые никогда никого не сломают, никого, знаете, не скажут, не унизят, не скажут, что у тебя не получится, но наоборот, чтобы мы были теми людьми, братьями, сестрами, вот, родственниками, родными, близкими, чтобы мы всем людям, кто рядом с нами, старались помочь. Даже если те люди, которые рядом с нами, может быть, они надломились, они сломались, может быть, и сегодня, может быть, их жизнь висит на волоске, или какие-то еще трудности пришли в жизнь, может быть, других каких-то людей, которые, может быть, случаем судьбы оказались рядом с нами. Давайте этим людям поможем, давайте этих людей вдохновим, так, как нас в своей жизни тоже многие люди ободряли и помогали, и сам Господь нас всегда вдохновляет, помогает и поднимает нас, потому что наш Бог победитель, и победа за нами, и пусть нас Бог всех благословит, чтобы мы тоже всех поднимали, чтобы мы всех одобряли, вдохновляли, чтобы мы были скорой и леки на вот эту помощь, одобрение, вдохновение, если даже надо, помощь какими-то делами, да, пусть наша жизнь будет такая практичной, чтобы мы были помощниками для братьев наших, друг для друга, чтобы мы проявляли вот эту любовь и взаимопонимание, чтобы у нас было такое, чтобы рядом с нами люди всегда укреплялись, чтобы рядом с нами люди всегда ободрялись, чтобы рядом с нами не было сломанных людей, чтобы мы шли вперед в победе за Господом, в небеса, и чтобы в наших командах, в нашем окружении всегда были сильные люди, потому что нас не Oliver,